МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня Даша и Денис. Ребята, скажите, вы знаете, где вы оказались? Да. Где? В телестудии. Ребята, вы оказались в стране безопасности. Это удивительное место. Я сейчас объясню, почему, но рассказывать я буду это не только вам, но и нашим маленьким телезрителям. Итак, ребята, страна безопасности – это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами в течение 4 дней будем не только учиться некоторым правилам безопасного поведения, но и постараемся объяснить их нашим маленьким телезрителям. Это один момент. И второй очень важный. Победитель по истечении 4 дней соревнований, определится победитель, и он получит главный приз. Скоро мы начнем, но для начала я хочу познакомить наших маленьких телезрителей с главными героями этой недели – Дашей и Денисом. Даша и Денис стали четвертыми участниками проекта «Страна безопасности». Еще на кастинге Даша выделялась на фоне других претендентов застенчивостью и нерешительностью, но о своей семье нам все-таки рассказала. А расскажи еще о своей семье, с кем ты живешь, немножечко на меня развернусь, так мне расскажи. С папой, с мамой, у меня есть лучшая подружка, с Сашей, и 5 лет она уходит в старшую группу. Денис, который наоборот показался нам парнем очень решительным, порадовался съемочную группу, четкой жизненной позицией и вполне себе конкретной целью. Что ж, впереди 4 дня соревнований, и кто окажется сильнее, мы узнаем совсем скоро. Ребята, что это вы здесь делаете? Играйте. Играйте. Что это у тебя в руках? Градусник. Ой, как хорошо, что не настоящий. Ребята, вставайте, я вам расскажу немножко о теме нашей сегодняшней игры. Усаживайтесь. Ребята, я вам уже сказала, как и нашим маленьким телезрителям, что мы с вами находимся в стране безопасности, где с вами, в принципе, случиться ничего плохого просто не может. Но вокруг нас, ребята, огромный мир, и как раз-таки там может произойти все, что угодно. Тема нашей сегодняшней игры – простые вещи. Обратите внимание, пожалуйста, на стенд. На нем изображены предметы, с которыми вы часто встречались в своей жизни, много раз держали в руках. И мое первое задание, ребят, я буду вам загадывать загадку. Вы должны будете отгадку найти на стенде и объяснить, чем этот предмет может быть опасен. За каждый правильный ответ вы можете заработать две фишки. Если ответ будет недостаточно полным, в вашу копилку отправится одна фишечка. Понятны правила игры? Да. Хорошо. Тогда давайте будем начинать. Первая загадка для тебя, Даш, слушай. Не везет сегодня Светке. Врач дал горькие... Таблетки. Таблетки. Неси сюда нужную картинку с ответом. Так. И теперь, Дашенька, ты одну часть задания выполнила, то есть одна фишка уже твоя, а сейчас тебе нужно объяснить, чем таблетки могут быть опасны. Их нельзя много пить, если врач не прописал столько много пить таблеток. Да. Самостоятельно принимать лекарства категорически защищено. Умничка. Ты справилась на 100% со своим заданием. Присаживайся. Поэтому я тебе вручаю заслуженные твои две фишечки. Ребята, там у каждого из вас вот стоят коробочки. Твоя, Даш, слева. Клади туда фишки. А ты, Денис, будешь складывать свои в правую коробочку. Так. Вторая загадка для тебя, Денис. Я под мышкой посижу и что делать? Укажу. Или разрешу гулять, или уложу в кровать. Смотри на наши картинки и определяйся, что это гадка к этой загадке, что будет. Я под мышкой посижу и что делать, укажу. Градусник. Правильно, градусник. Неси сюда. Неси сюда картинку. Первая часть выполнена задание. И вторая. Чем градусник, Денис, может быть опасен? Градусник опасен тем, что если его разбить, то из него выльется очень опасный металл ртуть. А ртуть, если испариться, то тебе вообще дышать нельзя. Умница. Молодец. Две фишки твои. Клади в копилочку. А это я заберу, а ты две неси. Возвращайся быстренько обратно. Дашенька, ты слушаешь свою загадку вторую. Мы вымыли руки и сели за стол, а он неумытый обедать пришел. И с ним бесполезна любая беседа. Он вымоет лапки, но после обеда. Котик. 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 Неси сюда картинку. Даш, казалось бы, котик, такое милое создание, домашнее животное, но он тоже может быть опасен, как ты думаешь, с чем? Если его таскать и наступает ему на хвост, он тебя может поцарапать, там, укусить своими зубками. Правильно, даже да. А если ручки не мыть после котика, то тоже может болеть животик. Да, заболеть животик. Молодец, присаживайся. Ты тоже снова заработала две фишечки. Держи. Денис, вторая загадка для тебя. Он на дом похож снаружи, но внутри такая стужа. Нет, ты только посмотри. Полюс северный внутри. Да чего ж холодный дом? Как живут продукты в нем? Холодильник. Холодильник. Неси сюда нам холодильник. Что-то он на холодильник-то и не похож. Чего, очень даже похож. Просто видишь, он такой веселенький холодильник. Чем холодильник опасен? Он опасен тем, что если его открыть и долго держать его, то в нем уже холодно. И ты можешь случайно простудиться. Ну да, такое тоже может быть. Но и вообще, в принципе, холодильник чем опасен? Как любой электроприбор. Что если он не исправен, он может взорваться. Вот даже так. В худшем случае, да. В худшем случае. Да, Денис, держи, молодец. А в лучшем сгорит. Ребят, ну что, первое наше задание. Вы такие молодцы, такие полные ответы. Все мои загадки отгадали, фижицы, назарабатывали. Молодцы. Преодолели первые испытания. Ребята, вы знаете, что есть люди, которые знают о чрезвычайных ситуациях практически все. Как вы думаете, где и кем они работают? Денис? Они работают в службе безопасности и зовут их МЧС. Так, да. И пожарные тоже. Правильно, ты совершенно прав. Денис, и сейчас я хочу вас познакомить с инспектором МЧС. Ее зовут Мария Александровна. Она будет вам рассказывать очень много интересного. Я предлагаю повернуться нам к телевизору. Она сейчас готова выйти с нами на связь. Ребята, привет. Меня зовут Мария Александровна. Я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Но для начала я хочу задать вам вопрос. Знаете ли вы, как называется жидкость внутри обычного градусника? Кто быстрее и правильно ответит на этот вопрос, получит фишку. Ребята, я так поняла, Денис у нас очень шустрый мальчик. Дашенька, тебе зевать ни в коем случае нельзя быстро реагировать. Но в этом случае он снова поднял первую руку, поэтому он отвечает. У него возможность заработать фишку. Денис, какая жидкость внутри градусника? Ртуть! Молодец. Ну, не во всех. Бывают электронные. Да, Денис, ты действительно прав. Не в каждом градуснике есть ртуть. Вот в таком, конечно же, у нас есть это вещество. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. А то сейчас я все-все кладу, кладу, кладу. А это как раз тот, о котором ты говорила, безопасный абсолютно. Правда? Ну да. Только жалко будет, если он сломается. Да, ну, надо аккуратно обращаться, тогда все будет целое. Ребят, разворачиваемся, слушаем дальше Марию Александровну. О том, что такое ртуть с точки зрения науки, вам предстоит узнать через несколько лет. А вот о том, что делать, если вы обнаружили разлившуюся ртуть, я предлагаю поговорить прямо сейчас. Предположим, вы взяли градусник для того, чтобы измерить температуру, и нечаянно выронили его из рук. Термометр разбился, и словно по волшебству на полу образовались мелкие шарики. Что вы будете делать? Так, в этот раз Дашенька была первая. Даш, ну что, разбился градусник, а какие наши действия? Если ты дома один, то надо достать пылесос и это, ну, собрать. А если ты дома с мамой или папой, или бабушкой и дедушкой, то быстренько позвать взрослых. Так, это твой вариант ответа. Денис, а ты как считаешь? Надо задержать дыхание, отойди от него подальше, чтобы не дышать вредными испарениями ртути, и позвать кого-нибудь из соседей. Дорогие ребята, запомните, трогать разлившуюся ртуть нельзя. Это ядовитое вещество, и если вы увидели на полу маленькие шарики сребристо-белого цвета, немедленно выйдите из комнаты, закрыв за собой дверь, и сообщите об этом взрослым. Если они не знают, то можете им передать. По телефону 101 или 112 спасатели всегда расскажут, как правильно собрать разлившуюся ртуть. А на сегодня это все. Ребята, я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к концу, но осталось у нас еще очень одно интересное задание, и особенно в нем есть шанс выиграть тому, кто очень внимательно слушал Марию Александровну. У нас на столе здесь лежат карточки, вы сейчас будете брать по одной, я буду читать то, что там написано, а вы должны будете просто ответить «да» или «нет». За каждый правильный ответ две фишки. Итак, кто начнет первый? Денис был первый, хорошо. Денис, первый тяни карточку, давай мне. Собирать шарики, ртути, руками или подметать пол? Не-е-е-е! Правильно, молодец. Две фишки твои. Спасибо. Внимательно слушал, в принципе, ты и сам это знал. Ты у нас вообще очень мальчик развитый. Ну, так, Дашенька, теперь ты тяни. Нужно звать родителей, когда разбился градусник? Ответ должен быть «да» либо «нет». Звать родителей. Правильно, Дашенька, нужно. Присаживайся. Детки, вставать не надо, сидя. Держи, Даш. Две фишки. Денис, твоя следующая карта, картиночка, тяни. Так, что тебе здесь попалось? Давай-ка посмотрим. Выбрасывать шарики, ртути в мусорное ведро. Нет! Совершенно верно. Категорически запрещается. Категорически. А ты, а то еще как-то их брать будешь? Да еще в мусорке они же могут там такое сделать. Да-да-да. Встать? Да, бери, Даша. Из мусорки испарения эти могут вообще. Даша. Ничего не делать, просто уходить. Да. Правильно, да. Две фишки твои, молодец. Будьте внимательны, потому что очень-очень решает многое этот конкурс. Итак, оставлять в комнате с ртутью домашних животных или младшего братика. Нет, а то они же умрут сразу же. Молодец. Держи. Самое главное, что так уверенно отвечаете. Открывать окна. Да. Молодец, правильно. Ребята, ну вы прям на равных прошли этот конкурс. Давайте в конце концов подведем итоги. Несите сюда свои коробочки, посчитаем фишки. Так, у Дашеньки, у Дашеньки одна, три, да, три, шесть, семь, десять. О, какая кругленькая цифра, десять. А у Дениса здесь пять, семь, девять, десять, тринадцать. Целых тринадцать у Дениса. Итак, присаживайтесь. По итогам первого конкурсного дня у нас с небольшим отрывом лидирует Денис. У него тринадцать фишек, у Дашеньки десять. Но на сегодня все. Ребята, до встречи в стране безопасности. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова